Рогатая крыса уже радуется, ведь мы начали ритуалы. Да, там будет небольшой сюжетный поворот, но мы-то об этом пока что не знаем, поэтому мы радуемся во имя рогатой крысы также и продолжаем играть за квиков. Так, квик готов вдвигаться в сторону. Люстри. Люстрия будет моя. Люстрию мы захватим. Так, вектик нанимает. Вектик как раз здесь, если что, столицу сможет защитить. Вот куда скальпак попрыгает, я не знаю. С кем мы еще воюем? С гномами? Ну, на этом материке ни с кем. Здесь есть всякие рыцари пламени. Можно их попытаться пошатать. пора сшатывать их чуть-чуть. Ну, давай, прыгай вот в город. Прыгай пока сюда. Прыгай сюда и жди там. Так, а кстати, я ж не совершил обряд, чтобы уменьшить стоимость найма. Давайте. Давайте мы сейчас это проделаем. Потому что тут я в прошлой серии начал нанимать. И там, по-моему, я бы за полторы тысячи нанимал вот этих. А сейчас они тысячу. Нифига себе, скинули, да? Скидуха какая. Смотрите, этих за 80-ку можно. Тут содержание меньше обходится, чем найм. Так, давайте арту для начала. И парочку вот этих бойцов. Вот, отлично. Отлично. Отлично, 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 петлично. Ну, тут, я не знаю, из общего резерва больше никого не хочу нанимать пока. Так, все готовы по строительству. У меня есть деньги. Вопрос в том, что строить особо нечего сейчас. Особо нечего строить. Особо строить нечего. Так, доступен... А, кстати, ритуал. Давайте ритуал начнем. 5 тысяч. Производство пищи, содержание минус 10%. Ну, общий резерв найма. Юатек, Златлан, Тлакван. Да, начинаем. Начинаем ритуал. Получился, о, лорд. Даже если лучшие из лучших будут действовать сообща, его проведение займет некоторое время. Мощь ритуала такова, что даже сам Великий Вихрь искажается под его действием. Однако не теряйте бдительности и держите на готове свои оборонительные войска. Из-за ослабления Вихря силы хаоса могут проникнуть в этот мир, и их, безусловно, привлечет мощь ритуала. Безусловно. План составлен и тому подобное. Это все уже мы читали. Так, скальпак. Ну, ты остаешься, ты уже походил. Ты походил, ритуал мы вновь начали. Здесь у нас, да, будут ребята идти с этой стороны. Он только там сейчас пострадает от вампиров. А здесь... Хотя можно было, блин, вперед вампиров полезть и все. Вот здесь вот эта жопа будет, если они нападут. Хотя они не должны достать. Просто в Квика могут не поверить. В море скавенов не особо верят. Только арта может спасти. Ладно, посмотрим. Конец хода. Появились эти вторженцы. Рассветная крепость, я надеюсь, тоже успеет укрепиться. Но они, по идее, не должны идти в Рассветную крепость. Рассветная крепость не по пути. Они должны сорвать ритуал. Это другая тема. Это в другой области, можно даже сказать. Тема. Тарак. Тарак, тарак. Так, ну, войска тут отступили. Блин, ну у него три стека. Гнома. У них всего лишь четыре города. Одна провинция. Он тебе многое позволяет. Блин, а эти, смотрите, как разрастаются. У них уже два стека. И они наглеют, они ходят, грабят мои земли. Да, эти не идут в Рассветную крепость. Они ходят, наглеют и просто меня грабят. Надо, наверное, их шатнуть. Иначе это добром не кончится. Они сейчас соберутся, они уже третий стек вон собирать начинают. Мастер. Допустим, напасть вот сюда. На вот этот стек. Я надеюсь, язвер справится. Шатнуть его. И уже дальше плыть. Так, давай крысиную лавину тебя тогда вкачаем чуть-чуть. Пусть она в помощь будет нам. Так, Квик. Ты как? В принципе, ты доплываешь. Ну, сможешь ли ты высадиться? Сможешь. И ты можешь даже напасть. Угу. Это... Это найс. Это уэри найс, братан. То, что ты можешь напасть сейчас же. Это очень хорошо. Давай, автобой. Хотя, смотрите. Типа, большие потери понесли достаточно. Достаточно большие потери. Ну, денег у меня на самом деле хватает. С деньгами проблем нет. Время терять не хочется. Ну, мы в половину меньше. Только чуточку заработаем и все. Так. Сороки оттратим еды. И занимаем. Все. Провинция теперь моя. Провинция теперь полностью моя. Здесь начинаем строить стены. И укреплять этот город. А строительство, наверное, для восполнения потерь. Начнем. Ввести. Фу. Никвик прокачался. Вот этот наш друг. Инструктор по стрельбе. Дальность. Кстати, он дальность-то еще увеличивает. Давай дальность. Прокачаем. Прокачаем дальность. Рассветная крепость. Возведенные постройки. Набранные отряды. Повышение ранга. Скальпак. Дружище мой, скальпак. Тут сейчас начнется заварушка. Против вот этих вот... Козлоногих хауситов. Поэтому... Поэтому... Кстати... А вот он он. Вот он мой ассасин. Его можно... Задействовать даже. Нападение на войска. 52%. Успех. Отлично. Чуть хотя бы покосали. Хоть какой-то эффект есть. И то радует. Здесь мы нанимаем... Алибарды. И здесь мы начинаем нанимать уже... Метателей варп огня. Хотя можно, знаете, вот одного отменить. И сфероносцы. Вот так вот. Отлично. Есть контакт. Контакт плотный. Еда к нам идет. И здесь еда идет. И там еда идет. Везде еды полно. Ее только нужно поймать. Так, а вы ни с кем не воюете, да? Вообще теперь не воюете. То есть... Как вы со мной завязали. Нет, смотрите, они с гномами. Но при этом они гномам не хотят идти. Блин, ну удачно так пошли бы в гномов, да? Я не против. Но они ведь не пойдут нифига. А ну-ка. А если гномам предложить вступить в войну с этими? С гномов, если бабла поднять. А, вы, кстати, с орками даже уже не воюете. Там орков, наверное, уже и нету просто. Умеренные, да? Вы не особо хотите этого. Так, ладно. Давайте своим друзьям предложим. Конфедерацию они не хотят. Мы предложим вступить в войну. Обсудим выплаты. Тебя денег дадут тебе. Все, отлично. Кстати, пестелинс девятый по силе все равно. Так, нападаем. Развертывание войск. В него все равно верят. Прям хорошо в него верят. Ну, окей-докей, давайте тогда посражаемся. Давай тогда с тобой посражаемся. На перевальчике еще. Ну, на самом деле, тут для тебя же хуже. У меня арты много. Для тебя же хуже. Тебе придется по этому узкому перешейку идти на меня. Так, играем в рулеточку. В нас не верят, к сожалению. Так, чуть отступаем. Здесь варп-молниевую пушку. Она дотягивается. Здесь всю нашу арту. Она тоже сейчас дотянется. Она дотянется. Шторм-вермин. Так, алебарды. Здесь сферы. Здесь огни. Полководец. Ассасим. Поехали. Здесь в нас верят, я так понимаю. Сильнее. Сейчас они поймут, что их шатают. Цель прячется. Маскировочные бомбы. Карабкаются сам отряд. Маскировочные бомбочки. Сами на себя. Тю-ю-ю. Ниндзяка. Давай, ниндзяка, прячься. Ниндзяка, давай. Опа, а эти, смотрите, они... Они не собираются в такое ощущение, что нападать на меня. Нет, пойдут они, конечно же, не пойдут. Куда вы денетесь? Конечно же, вы пойдете. Конечно же, вы пойдете на меня войной. Сейчас еще моих скавенов тут пообижаете. А мы их как камикадзе используем. Вот и все. Вот так вот, смотрите. Они даже не дойдут до меня никак. Ну что, вы как? Живы? Еще. Эй, тара-тати, тара-там. Крысиная лавина. Не, не будем. А заразное дыхание, второй уровень. Отравление при контакте. Но нужно подойти слишком близко к вам. тогда пусть арта работает спокойненько вон по нам говорят победа близко уже тут просто можно было на самом деле даже у такой девчонки че вот это ждал ой какой хороший выстрел а добротный давай 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 он там видно шиппасты такой камушек летит ой добро 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 должно быть с кулаками а чуть а ну-ка а я я я я я я я я вот этой штуки не стрелял а ну-ка ой месиво месиво просто месиво просто месиво сейчас мы их еще покоцает у них урон хороший на самом деле у этих отверженных ну давайте на 50 процентов ну ну уже есть же 50 процентов вот взрыв вот так вот отлично все просто и со вкусом просто размазываем вас друзья мои давайте по полководцам по полководцу все все собираемся и стреляем по полководцу так вот сюда давайте огоньком развлечем их вот так вот тут так вот так вот так у даже клановые крысы тут неплохо заходят так у меня сейчас порубят но они делают все что могут это вроде да от родим будет сражаться до последнего поэтому нужно алебарды на них прям поактивнее натравливать эти ассасин уже не забрось за это дело брось брось арта не стреляем тянь 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 они бегут уже пусть бегут пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам так тут остался всего лишь один боец вот и все это победа завершаем боя у нас не верили все легко вообще easy win арта вон вообще смотрите на скина келяла пушка вард молнивая она бужит так можно восполнить чуть потерям можно взять еду эти возьмем еду полководец вот только в живых остался это плохо это очень плохо я бы сказал бы так восполнение потерь берешь так здесь город мы удержим тут город мы сможем удержать так подрыватель взрыватель давай наверно подходи вот сюда потому что ну мало ли вдруг сейчас с гномами реально придется воевать гномы действительно могут создать проблемы для нас большущие это будет неприятно пестилин сделает нападение на гарнизон мне я че-то не успел прочитать тут или не на меня война объявлена тут нагорит прям вовсю разошелся он похожим объявил на гаранду а там у него союзнички друзья братья со скеллингами они по-моему дружили насколько я помню на гарант прям у них там союз военный был так а нет смотрите орки еще живым а гномы с ними заключили мирный договор карак зорн это прям почти керосин тут еще и хаос подходит кстати сейчас уже ну хаос то тут ничего не сделает тут тоже одного стека не хватит чтобы против меня что-то противопоставить тут можно сказать просто еда идет ко мне в руки так квик мой дорогой давай ты нападешь на вот этот хотя давай лучше на 50 процентов походи сейчас на 50 процентов походим этот городишко разбей и просто разграбь его просто его разори и возвращать а не варианты теперь блин а переключиться не люблю к это так делает так вектик ты продолжай нанимать ты продолжаешь нанимать одну алебарду одну алебарду двоих обычных штурмовых крыс еще одного бойца ты наймешь на следующем ходу и в принципе все тебе герой вон еще присоединится мы сейчас нападение пропишем неудача к сожалению попытались попытались попытка должна засчитаться скальпак я звером стадом ты идешь сюда кстати антох ничего вампиры не сделали так южные джунгли красные реки звериное царство западные джунгли выступы здесь для восстановления потерь мы чуть прокачаем ты оттик вам тоже пока ну вот как то так так чупа чупа чупс я думаю чупа и отель мы тоже кстати следующим шагом заберем этот город мы просто разрушим а чупа чупа чупс пойдем заберем сейчас как раз еды тоже будет много еда сама к нам идет куча виду идет что ты хочешь войну объявляю что ли вторжение делает похоже этот мерзавец вторжение да новая армия вторжением борзота местная кстати теклис пошел к моему городу нужно пока стены не построены не уходить далеко к викам совершен ритуал так у лизардмена все готово да уже но эти соответственно конечно же начинают штурм а саду но штурм они пока что еще не готовы они еще слабые не потянут в любом случае просто будут держать до последнего ну когда они нападут кстати алтарь рогатой крысы возможно будет разрушен ближайшее время не сомневаюсь что новый клан тут образуется скорее всего не разрушит может быть если бы наши мятежники захватили может быть они и обосновали как бы новый клан но когда играешь за другую фракцию они рушат эти мятежники скавинский это однозначно так давай ускоряться орки какие-то вялые гномом не вообще не навязывают никакую войну это даже очень жалко так а здесь тем временем осадом и кстати они прокачались они прокачались они взяли еще отряды кстати они раньше не пополнялись когда держали осаду то есть они начинают осаду и они не пополняются сейчас они начали осаду еще вон добрали до full стека 20 отряда все как положено ну ничего тут бомжи они даже без щитов клановые крысы наши молнии и щитами бы их шатали на тут все будет простенько так у него две вышки здесь 2 здесь и тараны поведет сюда так значит сложнее всего на самом деле будет здесь потому что тут полезут лестницы здесь они будут стоять ждать очереди вышки ничего серьезного так давай здесь расставим вас вот так вот здесь поставим прачников копейщики перекроют хотя копейщиком можно два отряда копейщиков и для молнии оставить просто место оставить для молнии местом глободьеры а ну-ка глободьеры если у вас вот сюда поставить вы же как боги будете вы же просто забажите здесь так ставим пару отрядов сюда и мне не хватает на самом деле здесь активировать мне просто физически не хватает отрядов тогда отказываемся от такой вот идеи от этой идеи мы отказываемся здесь мы вышечку ставим здесь у нас так ты вот сюда как-то так мы мутим 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 перемутим придется так так можно вот сюда расставить все поехали начинаем битву у ее ее я забыл же же что у меня есть тут супер имба и опять она развернута в другую сторону это же вообще жесть вот здесь вот как раз такие арта бы очень сейчас зашла бы поле косячно давай меди на площадь одна останется здесь другая под воротом так вы только не стреляйте по вышкам это бессмысленно толку от этого не так много сейчас раньше было бы много сейчас нет так и на самом деле сейчас сам камикадзе не особо будет эффективная тактика потому что они будут бежать надо 50 их не успеют покосать так ну ты в кого стреляешь принципе мы могли бы вышку разрушить но когда они высаживаются через вышку урона можно прописать больше молнии чего а ты еще и без молнии друг а вот это вот слив вот это уже попахивает сливом у меня молнии нету у инженера у заклинатель а че ты за заклинатель сейчас без молнии скажи мне дружище понимаешь что и на тебя было возложено очень много надежд мы сейчас просто вылетим в трубу единственный шанс сейчас будем взрывать на стенах отряды ой как хорошо залетел но почему-то урон не нанес отлично 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 коци их коци блин несчастный так на вот этих глободьеры должны сейчас шатнуть давайте 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 шарики вы конечно не против пехоты тут спецы но справитесь я вас верю здесь конечно обидно как же так получилось то ребятки как же так получилось что вы остались без молнии так глободьеры уходите просто уходите тут клановые крысы сейчас займутся так отлично если бы раньше мы начали обстреливать то все было бы еще веселее на самом деле давай вот сюда на расстреливать стену ой вот тут блин такая зуичная темка давай обстреливай есть хорошая темка мы должны выиграть арта должна нас вытащить на самом деле здесь здесь арта просто бужит молнии у нас нету но хотя бы так так а ну-ка давайте взорвем ты этот отряд вот так вот отличненько скромненько и со вкусом мы его взрываем так эти ребятки бегут они бегут отлично они бегут мои ворота уничтожены здесь мы тоже их опрокидываем потихонечку мне придется сейчас наверно призывать бойцов чтобы их задержать чтобы их задержать придется призывать так держимся держимся главное так эти сбежали отлично они площадь не будут занимать при всем желании они не смогут этого сделать но в принципе мы выигрываем на самом деле вот сейчас мы сюда еще шарики покидаем им в тыл просто злобные шарики и волшебные волшебные злобные шарики да мы эффективны против крупных целей но против вас тоже ничего против вас тоже зайдем так здесь полководец прорывается здесь прорывается полководец так ты обстреливая бегущих ночью бом-бом-бом обстреливая здесь пацанов войны выдушевляются против полководцев это не будет эффективно в если взрывать тебя вот против других можно так давай проща спускайся ты тоже можешь на самом деле развернуться уже сражаемся сразу мне есть если что еще четыре призыва тут чуть мы сможем их задержать так а ты пацаняга давай разворачивайся куда-нибудь вот сюда все они бегут эти мятежники бегут даже полководец хотя нет это мои бегут блин а оказывается своим то наносит урон призывным пацанам все теперь полководец точно бежит так ну что арта затащила эту битву все-таки на третьем уровне молнии тут нету это плохо это очень плохо меня тут по идее стен это были и стены третьего уровня и город третьего уровня тут все было третьего уровня затащила все равно только арта не то если бы еще проставил бы вначале да нормально мы бы их на подходе еще хорошо приняли так давайте еду наверно хотя тут медленно с восполнением потерь давайте восполним давайте восполним потери лучшим и чё просто взяли в осаду похожим лизард мэна грабите грабите даже не осаждаете так и отек южной джунгли в осаде торговля прекращена да прикрыли лавочку так тут два стека принципе я их затащу в любом случае у меня там гарнизон сидит этот осаждает кстати осаждает вот этот друг а этот а ну-ка если блин раньше если какое-то неудачное точнее удачное действие против него совершить он как подкрепление не подходит ой тут гарнизон вообще спокойно разбивает его вторжением даже гарнизон спокойно это сделал гарнизонский красавица давай еды чуть-чуть фракция уничтожена замечательно мы видели что тек лист тут идет и в засаду спрятался если я разрушу город я убежать уже не успею давай не будем рушить пока лучше светодель сейчас зайдем и начнем стены строить как положено как положено будем строить стены да у меня здесь третий уровень есть стены есть инженер колдун но он нифига не не колдун он вот так он инженер но не колдун никакущий от него практически ноль учитывая что он еще и милишник то такой такой посредственный милишник так давай бегом сюда тут зюзи астек пригнал так ну что предлагаю на этом сегодня серию закончить мы уже начали второй ритуал постепенно так сейчас догоним их конечно же догоним и в люстре у нас уже практически стены есть уже чуть-чуть и у нас можно будет к вику дать другую задачу захватить чупа-чуп с золотой дальше он либо пойдет в храм крысы захватит его либо вернется сразу там ладно посмотрим уже по ходу а на сегодня все до следующей серии друзья мои всем добра